Вот, пока мы с Артуром доехали до музыкальной школы, вообще начался ливень. Вот так вот выглядит музыкальная школа Артура. Раньше это было шато, такое красивенное здание, а сейчас здесь проходят музыкальные занятия. Это историческое место, вот здесь есть такая табличка, в которой написано в цене. Это Шато-де-Сом, Арту, что здесь произошло? Что после Второй мировой войны здесь что-то было, что-то происходило, прочитай. Перед тем, как здесь была музыкальная школа, здесь была школа для девочек. Давай, пошли будем подниматься, бежи. Такой ливень. Здесь у Артура проходят занятия. О, смотри, тут загородили. Смотри, кусок, кусок, который отвалился, балкона будет реставрировать. Давай, давай тут сейчас будем все полностью мокрые. Погода изменилась буквально за 3 секунды. Я выехала, было плюс 20, пока доехала до школы стало 15. И вот мы уже здесь. И сколько сейчас, наверное, 7 градусов. Заходи там, открыто. Слава Богу. Вот так вот выглядит. Смотри. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теоретическая часть обучения с альфеджо, оно длится около часа, и когда пианино это индивидуальные занятия, а с альфеджо они занимаются все вместе. По-моему, в классе около 10 или 15 человек, я точно не знаю. Очень забавно, в классе дети абсолютно разного возраста, они там находятся по музыкальному уровню, конечно, а не по возрасту. И есть даже папа с дочкой, которые находятся в одном классе, мне кажется, это очень мило. Артур ходит в музыкальную школу один раз в неделю, получается у него полчаса пианино и час 50 минут с альфеджо. Обучение в школе стоит 260 евро в год. Это один раз в неделю, и, соответственно, нет занятий, точно так же, как в школе, когда школьные каникулы или какие-то праздники. Итак, мне нужно его подождать, и через час я его заберу. В предыдущем кусочке вы видели, как проходит занятие по пианино у Артура. Это был Жан Филипп, это его преподаватель, новый. Три года он, когда мы жили в другом городе, у него была другая преподавательница, очень хорошая, но строгая. Она в детстве... Нет, ее мама приехала из Польши, и она... У нее такие польские корни, она польская француженка. В этом году у Артура мужчина-преподаватель, как вы видели. Он довольно хороший, но, мне кажется, он немного более добрый и спокойный, чем была его предыдущая учительница. И Артур вместе с ним чувствует себя тоже немного более расслабленным. Но, тем не менее, ему нравится, уроки проходят хорошо. Первые два куска он уже играл несколько раз, и третье произведение он видел в первый раз. И преподаватель ему показал, как нужно играть, и сказал, дал свои коррективы, чтобы Артур мог дома заниматься. Дома у нас есть тоже... У нас нет настоящего пианино, но у нас есть небольшой электрический центр. Надеюсь, вам понравилось видео про французскую музыкальную школу, как проходят занятия именно в нашем городе. И увидимся с вами в следующем видео. Спасибо.